Книга «Открытым оком», первый том, вопрос 536, тема взаимоотношения. Какая разница между судом и осуждением? А то люди на всякое обличение говорят, не суди, да не судим будешь, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иова 36, 17. Но ты преисполнен суждениями нечестивых, суждения и осуждения близки. Суждения есть рассуждения, рассмотрения для выяснения и понимания. Оно необходимо в каждом деле. Антоний Великий ставил его превыше всего. Так рассудительность важнее поста, молитвы и милостыни. Правильное суждение, как совет Аксакалов, и доступно всем, кто ищет совета. Притча 11, 14, 15. При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благоденствует. Путь глупого прямой в его глазах. Но кто слушает совета, тот мудр. Притча 13, 10, 15, 22, 19, 20, 21, 30. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся – мудрость. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Нет мудрости и нет разума, и нет совета вопреки Господу. Осуждение – вынесение приговора, который не всегда бывает верным. А если бывает верным, то не во всей полноте. Ибо только Бог знает, чем вызвано было то или другое действие. 1 Коринфянам 2, 11, Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем, так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия. Поэтому Бог называется судья праведный. А люди наречены судьями с неправыми мыслями. Осуждение – есть фактический приговор, последняя инстанция. И, как правило, без права апелляции. В данном случае нужно сказать «Руки прочь!» 1 Коринфянам 4, 5. «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога. Мы видим человека согрешающего, но не видим кающегося. И поэтому часто в своих осуждениях бьем по пустому месту, то есть судим вчерашнего, а не сегодняшнего». Римлянам 14, 4. «Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он или падает, и будет восставлен, ибо силен Бог восставить его». Канонизация святых есть фактически преступное занятие, обратная сторона медали осуждения. «Христос еще не воссел на престоле судьи, а грешные люди в клобуках и митрах самовластно записывают в книгу жизни, кого желают. Зачем? Кто дал право? Первоапостольская церковь канонизировала только мучеников за Христа. Все остальное от гордыни, под маской религиозного благочестия». Матфея 25, 31-35. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, «Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня». Люди весьма заблуждаются, и только по двум причинам. Матфея 22, 29. Иисус сказал им в ответ, «Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божией». Всюду и везде смертельно опасно незнание Библии, священного Писания, незнание силы Божией, что Он есть Судья Единый, имеющий подлинное знание о сердце человека. 1 Коринфянам 2, 11. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме духа Божия». Бог сказал сурово, «Не судите, престол судьи вакантен до суда, там не от наших вздохов и наитий, канонизируют на нет и да. Нам, смертным, не дано проникновение в чужую душу, в замыслы, в потемки. Спросонок субъективно наше мнение, не сердцевину зрим, а срезкаемки. Но Бог придет, грядя на облаках. Земля, развернутая карта полигона, наш неоконченный последний полушак, на полпути и пуля из патрона. Все окончательно, фактически, навечно, от изначальной цели и сомнения, на всем печатью Божией помечено, не сбывшееся даже тем не менее. Да, как мы любим Господа Иисуса, Его словам насколько твердо верим. Синод и Папа, как тогда спасутся, когда Хозяин, встав, закроет двери? Борьба тысячелетий заглавенства, наместники, векарии Христа. Один судья здесь на судейском месте, над огненной рекою нет моста. Там не листают книг канонизаций. Процесс для всех, все заново, сначала. Сегодня дым над менее, все застил. В порту с неправдой баржи у причала, настойчиво нас судят столько лет. Седые старички в тиарах, митрах, слезящимися глазками то да, то нет, рисуют нимбы на кривых пюпитрах. Развейся на вождение комарьё, суд не настал, сокройтесь, не дурите. Канонизация есть выдумки, враньё. В той огненной реке вы не сгорите. 10 мая 2002 год Игнатий Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok